Сейчас все новое стоит. Павел Аркадьевич доволен. Работы по установке пластиковых окон в четырех подъездах его дома проведены быстро и качественно. Старые деревянные рамы заменены на современные, дающие тепло и эстетику. Это, конечно, не замена сети или кровли, но, с другой стороны, на Маяковского 41 все главные проблемы, выявляемые сейчас у немолодых многоквартирных строений в Котласе, были удачным образом решены в 2013 году. Началось все у нас с капитального ремонта 2013 года. Благодаря тому, что управляющая компания «Управдом плюс» выиграла тендер на проведение капремонтов, наш дом попал под капремонт. За счет было выделено 4 с лишним миллиона. Время и опыт взаимодействия жильцов с управляющей компанией показали, чем теснее сотрудничество, тем больше хороших дел на общее благо дома можно совершить. Так, пока все вокруг, на чем свет стоит, ругали программу капремонтов, собственники Маяковского 41 во все обсуждали со своей обслуживающей организацией, как заставить работать деньги, перечисляемые на капремонты, а в доме регулярно проводить капитальные работы. У нас очень хорошая связка с управляющей компанией, с юристами, и при оформлении это же делалось в первый раз. В общем-то, очень хорошо помогли руководство управляющей компании, и особенно юристы. Схема простая. Собственники общим решением открыли спецсчет дома, и теперь по мере накопления определенных сумм будут тратить их на разные необходимые ремонты. Я считаю, это обычный здравый смысл. Для чего морозить деньги, если их можно использовать? Деньги должны работать, а не лежать бесполезным грузом. Поэтому я считаю, что здесь правильное вложение, то есть определенная часть денег накоплена, ее хватило для проведения ремонта на установку пластиковых окон. Этот здравый смысл поняли даже старейшины дома. Но конструктивный настрой у жильцов с Маяковского 41 появился только после прихода нового председателя ТСЖ Павла Аркадьевича. Когда пришел новый председатель, с тем мы вообще ничего не решали. С тем только гавкали, ругались и все, ничего не решали. А вот с ним это очень хорошо, потому что можно найти общий... Какие-то мы вместе пошумим, поругаемся, но идем к одному. Так что у нас очень хорошо. И вот каждому лично, особенно молодые, им ничего не надо, они плюнули и ушли, а пожил надо объяснить. И когда они вот это поймут, если не поймут, они несколько раз еще ко мне придут домой и обязательно спросят. По словам директора компании «Управдом плюс один» Константина Копосова, в этом сезоне многие его дома провели те или иные работы по капитальному ремонту. Единственное, что смущает сегодня людей, это невозможность пополнить перечень капитальных работ, которые закреплены на федеральном уровне. Например, выполнять за счет статьи капремонта отделку подъездов или благоустройства двора. Эти направления пока относятся к текущему ремонту.